Русские власти неоднократно хвалятся своими успехами в войне с сатанистами. Но что значит для них религиозная война? Вот некоторые детали за полтора года войны. Пострадали пять религиозных конфессий – православные, католики, протестанты, мусульмане и эгоисты. То есть мы будем говорить о свободе вероисповедания, но прежде всего обратите внимание на то, что касается именно христианства. В случае с православными христианами давление оказывалось как на служителей Православной Церкви Украины, так и на УПЦ – Украинской Православной Церкви. То есть и на чистом виде Украинской Православной Церкви, и на Православную Церковь Московского Патриархата. И на тех, и даже на тех. Хотя многие, конечно, священники Московского Патриархата, братья и сестры, они фактически сами содействуют разжиганию войны и сами благословляют на эти военные действия русских солдат, которые фактически являются, можно сказать, куклой в руках Путина. Как минимум в 39 случаях репрессиям подвергались протестанты, пятидесятники, баптисты, лютеране, менониты, харизматы. Не менее 18 актов религиозных репрессий были совершены против членов запрещенного в России движения «Свидетели и игл». Разрушение и последствия. Почти 600 храмов уничтожены во время штурмов украинских городов и сел русскими войсками. Более 60 случаев конфискации имущества, грабежа церквей и мечетей. На местах храмов размещались склады с оружием, отделы, полиции, разгвардии, офисы «Единой России». Это только по официальным сконтактам данным. А в реальном жизни намного больше. Это то, что могли зарегистрировать, то, что могли заметить. За документированные жертвы. Видите, опять-таки, за документированные. Но так значительно больше. Десятки священников прошли через допросы и задержания, где их избивали и содержали без воды, еды, до пуска к туалету. 18 были вынуждены бежать или уходить в подполье. 12 депортированы. 8 священнослужителей брали в плен. 5 убито во время пыток. Основные причины репрессии. Отказ священника молиться за победу России и высказываться в поддержку Российской Православной Церкви. Законы России, по которым запрещена деятельность неканоничных конфессий. И использование украинского языка во время служения. Мир вам, братья и сёстры, христиане. Нельзя, братья и сёстры, говорить о христианстве и о вере в Бога, не поступая по-христиански. Служить нужно Богу только по тому, как учит Бог, как учит Слово Божие. А оно говорит, прежде всего, не убей, не укради, не кради чужую территорию. Не убивая людей. Нельзя убийством, особенно в Новом Завете, нет даже намёка на это. Поймите, даже по ване каменево на смерть в Новом Завете это отменено. Что за грех это делалось. Отчётливо. Кто за меч взялся, от меча погибнет. Потому что, может, некоторые попадают ещё под эту путинскую пропаганду. Это безбожье, в прямом виде это безбожье. И вы должны отчётливо определиться, если вы настоящий крестьянин, вы должны сказать «нет войне». И да поможет вам в этом иметь вот эту твёрдость. Наш Бог, Отец и Сынный, Дух Святой. Аминь. Подписывайтесь на канал «Любящий Истину», основной канал. И также на канал «Любящий Истину 2», где тоже есть немалое количество полезных для вас проповедей. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова